Большое спасибо, ребята. Неожиданно вас очень много сегодня. Я безумно рада, что всем интересна эта тема. Я тоже хорошо отношусь к юнитестам. А вот мне хотелось бы сразу спросить у вас, как вы относитесь к юнитестам. Поднимите руку, кто не, как говорится, считает за труд писать юнитесты в своей практике? Ну, отлично. Спасибо большое за поддержку. Это очень радует. И еще вот я хотела еще немножко с вами познакомиться. Вот я работаю разработчиком Дотнет-технологии. Я так понимаю, что сегодня не только Дотнет-разработчики пришли послушать наш доклад. А скажите, много ли у нас Дотнет-разработчиков в зале? Достаточно. Ну, я так понимаю, что многие будут слушать доклад в общем. Да, то есть не касаясь Дотнет-разработки. Я постараюсь сделать все, чтобы было максимально понятно и тем, кто работает с Дотнетом, и тем, кто с этим не работает. И так, наверное, уже начнем ближе к теме. Значит, сегодняшняя тема у нас юнитесты. Почему их нужно писать и как это лучше сделать. Сегодня содержание. О чем мы сегодня хотим поговорить? Я хочу немного обзорно обсудить с вами типы тестирования. Опять же, поговорить о причинах, почему мы должны писать юнитесты. Обсудим популярные мифы, связанные с юнитестами. В принципе, написание хороших юнитестов. Мы же хотим создавать именно хорошие тесты, а не просто для того, чтобы они числились в приложении. А также мы обсудим некоторые технические детали. Надеюсь, они вам тоже будут интересны. Использование мстст, юнит, моки и стабы, что такое и в чем их различие. Использование фреймворков мокю и риномок. Как писать параметризированные тесты и вообще, что это такое. Немножко посмотрим, что... Немножко обсудим код каверидж, о чем вообще это и для чего нужен. А также немножко коснемся темы тестирования непубличных методов. И, конечно, я постараюсь ответить на вопросы, если они у вас появятся. Но даже если вдруг вам захочется узнать что-то дополнительное, там указан в начале, по-моему, мой имейл. И вы сможете написать мне свой вопрос, который вам не удастся, возможно, задать. Или как хотите, в общем. Итак, замечательный слайд. Отражает вообще процесс тестирования. Я думаю, что у нас есть в зале кислинженеры, которые знают, как замечательно может выглядеть наше приложение после того, как его протестируют. Но для меня, как для разработчика, приложение, которое мы написали, всегда выглядит, как на первой картинке. Согласны? Ну, к сожалению, приходится мириться со вторым вариантом, что тоже ничего. Итак, какие же мы знаем типы тестирования? Начнем с того, что первый и самый на сегодняшний день для нас важный, потому что это наша тема, о которой мы сегодня будем говорить, это юнит-тестирование. Почему юнит-тестирование? Кто знает? Потому что что? Какие единицы тестируют юнит-тестин? А еще какое определение может быть? Ну, почти, но не совсем. Смотрите, почему юнит-тестирование? Потому что реально мы тестируем один юнит. Что такое юнит? У нас в коде, в программе, что может быть одним юнитом, как вы думаете? Я вам еще скажу, даже добавочно, самый маленький юнит. Что это может быть? Метод, конечно. То есть единица в разработке, то есть единица в нашем коде, самое минимальное, это метод. Иногда это может быть класс. Ну, это зависит уже от того, как мы продизайним наше приложение, но в принципе это метод. Юнит-тесты – это тестирование методов, независимо ни от чего. А вот девушка сказала, модульное, модульное тестирование тоже имеет место быть. Еще его называют интеграционное тестирование. Итак, мы определились. Юнит-тесты – это написание тестов для минимально возможной единицы кода, для методов и для классов иногда, в основном для методов, независимо ни от чего. То есть мы убираем все зависимости от этого юнита и смотрим только, как работает эта единица внутри. То есть у нас есть определенный метод, мы заходим в него и смотрим, как же он работает, все ли с ним в порядке, действительно ли он соответствует рекварментам. А далее, если мы уже протестировали наши юниты, все наши кирпичики, мы начинаем собирать пирамиду, мы начинаем строить наше здание, наш аппликейшн. Сразу начинаем с того, что мы его диагностируем, все ли с ним в порядке. И сразу же мы протестировали один юнит, второй юнит, третий юнит, а потом соединили все вместе, и это получилось интеграционное тестирование. Следующее, то есть это уже тестирование модулями. Ну то есть мы собрали несколько юнитов, ну грубо говоря, у нас был там метод работы, который получает какой-то список данных из базы данных. И вот мы подсоединили базу данных, уже интеграционное тестирование. Функциональное тестирование, как все это вместе функционирует. Вот эти модули мы собираем. Следующее. Так, секунду. Нет, не туда. Системное тестирование. Мы уже получили систему и протестировали ее в целом. Опять же, мы собираем. Есть у нас еще виды такие тестирования, которые немножко не касаются уже непосредственно написания тестов, а более относятся к тестированию, которое производят обычно инженеры по качеству. Стрессовое тестирование – это когда мы тестируем какие-то пограничные возможности нашего приложения. Также мы тестируем перформанс-тестинг. Это когда мы тестируем скорость приложения, насколько быстро у нас работают методы. А мы знаем, что это может быть очень важно, особенно когда нам приходится работать, например, с веб-сервисом, на который могут поступить там очень большое количество запросов. Что такое regression-тестинг? Я думаю, что те, кто пишут код, знают. Это когда мы написали какие-то новшества, ввели, то есть какие-то заимплементили новый функционал, и потом начинаем тестировать, и понимаем, что что-то пошло не так, то есть мы что-то сломали. Ну, то есть это регрессионное тестирование, это повторное тестирование того, что уже было. Но юзабилити-тестинг очень просто, насколько удобно нашим клиентам будет использовать наше приложение. Acceptance-тестинг, соответственно, acceptance-критерием и бета-тестинг, это уже то, что делают наши юзеры. Это когда мы притворяемся, что у нас все работает, но на самом деле мы знаем, что там много багов, мы просто их не нашли. И тогда мы просим юзеров, говорим, ну, найдите нам за нас баги, а мы пофиксим. Это бета-тестирование. Так вот, собственно говоря, почему мы сейчас об этом говорим? Я хочу сказать вам, что весь процесс тестирования, а тестирование – это значит качество, то есть определение, насколько качественный продукт мы написали, начинается всегда с юнит-тестирования. И если мы хорошо и качественно сделаем юнит-тесты, и будем их постоянно поддерживать в актуальном состоянии в процессе разработки, наша пирамида будет замечательная, стройная, мы дойдем до бета-тестирования, а потом уже, глядишь, альфа будет, слава богу. И мы не можем пропустить этот процесс юнит-тестирования, иначе наша пирамида завалится. Ну или мы будем потом костылями подпирать ее каким-то образом. То есть мы не захотели девелоперы, не написали юнит-тесты, а потом все мучаются, начинают с acceptance-тестов, и потом начинаются костыли, ну и велосипеды там, ну все, что мы можем придумать в этой ситуации. Вот такая иллюстрация по поводу того, что мы тестируем определенный юнит. То есть в принципе мы понимаем, что это всего лишь один пазл в нашей системе. Мы тестируем всего лишь одну самую минимальную единицу, но все начинается с одного шага. Так вот, почему же мы должны написать юнит-тесты? Есть у нас на это ряд причин. Юнит-тесты позволяют нам увидеть, как реально работает наш код. Ну то есть это помогает самому разработчику разобраться, что же я там такое написал. Ну и такое бывает. Особенно это помогает разобраться, если ты читаешь чужой код, например. Это помогает нам сэкономить очень много времени, ну и да, очень много более. Почему я привожу здесь такую аналогию? Самый главный подход в тестировании – это его системность. То есть юнит-тесты нужно поддерживать все время в актуальном состоянии. И если мы это делаем, мы постоянно знаем, какой диагноз у нас сейчас, то есть состояние нашей системы. И можно сравнить это вот как визит к дантисту. То есть если вы не ходили полгода, ну полгода ладно, давайте так, если вы не ходили 10 лет, то что будет? Ну катастрофа, скорее всего. То есть это будет и много денег, и много времени. Это, скорее всего, будет реально больно, потому что простыми методами, скорее всего, вот с этим уже разобраться будет невозможно. Но если вы ходили, проверяли каждые полгода, там чего-то где-то чуть-чуть, мы сейчас там вам подсверлим под это самое, под дело, все будет хорошо у вас действительно с приложением, все будет хорошо, если у вас написаны тесты, и они поддерживаются в актуальном состоянии. Вы пройдете полностью весь жизненный цикл приложения и дойдете до того, чтобы выпустить его клиенту, и у вас приложение не будет иметь таких проблем, которые нужно будет потом решать титаническими усилиями. Делает процесс деплоймента проще? Ну на самом деле так, потому что вы уже заранее знаете, как работает ваш код, потому что вы уже его протестировали, вы его посмотрели, и вы его задеплоили. Вы знаете, что там уже есть определенный уровень качества, то есть оно уже протестировано. Другие люди не смогут сломать ваш код. Ну, с одной стороны, неправда, да, сломаем, нифиг делать. На самом деле нет. Дело в том, что другие люди не смогут сломать ваш код, если у вас правильно настроен на Continuous Integration. То есть если у вас в Building Process включен пункт проверять юнит-тесты, то если кто-то, когда писал свой функционал, случайно взял и каким-то образом ваш поломал, то Build Process сломается, скажут, ай-яй-яй, кто-то поломал Build, и придется вернуться и пофиксить все юнит-тесты. И в этом случае мы можем говорить о том, что другие люди не смогут сломать ваш код. Описание тестов работает как документация. Почему мы можем это утверждать? Правильно написанные юнит-тесты, мы вернемся еще к вопросу о том, насколько, почему мы говорим о правильно написанных юнит-тестах, они могут полностью заменить вам документацию. потому что правильно написанные юнит-тесты стремятся протестировать все возможные сценарии работы вашего метода. Ну, каждый метод мы тестируем, и в каждом методе у нас есть какие-то разветвления, и мы стараемся протестировать каждую ветку в нашем тесте. И, соответственно, мы видим негативные сценарии, позитивные сценарии, и мы видим, как вообще мы можем использовать этот метод в нашем коде. То есть, например, мы написали какой-то метод, и нам нужна какая-то функция. Но мы не посмотрели, как написал наш товарищ там, но в какой-то момент мы заглянули в юнит-тесты и посмотрели, что у нас уже есть аналогичный метод. Возможно, он делает там частично то, что нам нужно. Может быть, мы можем его переиспользовать. В таком случае, если мы смотрим юнит-тесты, мы понимаем, что они работают не хуже, чем наша документация. По поводу следующего пункта, рефакторинг без слез. На самом деле мы остановимся на этом чуть подробнее, буквально на следующем слайде. Я сейчас опущу этот вопрос. И приводит к лучшему дизайну приложения. Почему это приводит к лучшему дизайну приложения? Дело в том, что когда мы тестируем юнит-тесты, мы стремимся к тому, чтобы наш каждый юнит мы могли протестировать отдельно. И поэтому в этом случае мы не сможем этого сделать, если у нас неправильно заиспользована dependency injection в нашем проекте. То есть если мы имеем сильную связанность, а я думаю, что разработчики все, которые здесь есть в зале, понимают, что это большое зло для приложения, и мы не сможем протестировать такое приложение юнит-тестами, пока мы не сделаем изменения таким образом, чтобы сильной связанности в приложении не было. И поэтому, когда мы пишем юнит-тесты, это приводит к улучшению дизайна приложения. И написание юнит-тестов не требует особо больших затрат. Почему я это говорю? Потому что, например, если вы пишете под .NET, и вы используете MS-тест в студии, в этом случае вам ничего, кроме того, чтобы просто добавить тестовый проект, написать тесты и запустить тесты, и посмотреть, что вы получили все зеленые галочки, ну, в принципе, ничего не надо. То есть это очень легко на самом деле, и это самый простой и быстрый путь к началу тестирования, к получению качественного приложения. И я обещала вернуться с вами к вопросу о код рефакторинге. И я думаю, что вот следующий слайд многие видели. Вот, есть такой котик замечательный, который решил сделать рефакторинг в коде. Ну, вот, как-то вот так вот решил, но не рассчитал. Знаете, я думаю, что в той или иной степени многие из нас, разработчики, иногда попадают в такую ситуацию. Вот, для того, чтобы нам в такую ситуацию не попадать, наверное, надо быть как следующий котик. В общем, надо писать юнит-тесты. А почему нам это надо делать? Потому что существует такой процесс. Если мы решили что-то рефакторить, ну, вот захотелось нам, может быть, нам это просто необходимо по каким-то причинам, или, может быть, просто там захотелось какому-то синьор-разработчику переделать код, который написал джуниор, который ему вот не нравится. Но сделать это просто так нельзя. Потому что, ну, любой человек может не догадаться, в общем, сломать может приложение. Это нехорошо. Для того, чтобы этого не было, что мы делаем? Мы пишем юнит-тесты на тот код, который мы еще не рефакторили, то есть на существующий код. После этого мы запускаем юнит-тесты и смотрим, что все тесты прошли. Все, класс, все работает. После этого мы сделали рефакторинг, изменения в коде, какие мы захотели. Запускаем тесты. Как вы думаете, они пройдут? Ну, с первого раза не думаю. Я вообще не думаю, что у кого-то они сразу пройдут, потому что, когда мы делаем рефакторинг, мы думаем о многих вещах, но реже всего мы думаем о том, что, может быть, кто-то подумал о нас до этого лучше, и мы могли что-то сломать. Мы никогда не думаем, что мы можем что-то сломать, но мы ломаем на самом деле. И процесс необходимо повторить. Повторяем мы его до тех пор, пока мы не получаем все зеленые галочки. И на этом процесс мы можем сказать завершенным, и мы можем утверждать, если мы хорошо написали юнит-тесты, что мы ничего не сломали. Ну, а там depends on, как вы написали юнит-тесты первый раз. Какие мифы связаны с тестированиями? Вообще разработчики не любят писать юнит-тесты. Ну, насчет себя даже не знаю, я привыкла, я пишу. Но на самом деле, да, я очень часто слышу о том, что разработчики говорят о том, что зачем тратить на это время. Вот, ну, не нужно на это тратить время, потому что у нас вот разработка, у нас время, а у нас там, ну, это все лишнее. Это глупо писать юнит-тесты. Скажем так, если вы проверяете какой-то метод калькулятора, то зачем нам писать юнит-тест, который будет проверять, что эти два числа там сложатся? Ну, во-первых, скорее всего, если вы разработчик, который каждый день пишет код, через неделю вы можете не вспомнить, что этот тест делает только то, что он слаживает два числа. И поэтому вы можете легко его поломать даже самостоятельно, а может быть, кто-то другой его поломает. Вы просто не вспомните, есть ли у вас написаны юнит-тесты. Во-первых, это документация, и вы уже вспомните, когда вы увидите, что что-то сломалось, вы поймете, почему не работает, что с этим можно сделать, и как мы можем вообще с этим разобраться. И поэтому глупым этот процесс назвать, ну, никак нельзя. Ну, по поводу нет времени, по поводу того, что зачем же писать юнит-тесты, вот мы завтра, придут у нас новые рекварменты завтра, клиент скажет, что нам не понравилось, там надо что-то переделать, и окажемся мы в той ситуации, когда все юнит-тесты не работают. Зачем же их писать, если они все равно сломаются? Это как раз к вопросу о том, что тесты надо держать в актуальном состоянии. Если у вас юнит-тесты сломались, их надо обязательно починить. Если вы понимаете, что вы написали много нового функционала или переделали старый, обязательно поддерживать юнит-тесты в рабочем состоянии, для того, чтобы потом наша дальнейшая пирамида тестирования не упала, не хромала, для того, чтобы получить качественный код. Иначе мы можем оказаться в таком положении, как персонажи следующего слайда. То есть работают ребята без юнит-теста, вот хорошо им живется, вообще замечательно, вот и работает все потихоньку, не очень быстро. Можно написать юнит-тесты, но зачем? И так хорошо. Итак, по поводу того, как же мы с вами… Ну, я надеюсь, что все согласны в необходимости того, что нам необходимо писать юнит-тесты, да? Да, все согласны? Что-то слабо, да, так жиденько, вот не согласны со мной, ладно. Но я очень надеюсь, что я вас все-таки сагитировала. Решили, мы будем писать юнит-тесты. Из чего мы начнем и как мы это будем делать? Существуют определенные принципы, как именно написать тесты, чтобы они были хорошими. Вот такой так называемый first principles. Они должны быть быстрыми, они должны быть изолированными, они должны быть повторяемыми, самопроверяющимися, и они должны быть своевременными. То есть, ну, какой смысл написать тесты, уже когда написано приложение? Хотя и в этом случае, в случае рефакторинга имеет смысл, да? Но самое главное, чтобы тесты были написаны своевременно, чтобы помочь нам в процессе разработки. Тесты — это не пятое колесо. Это, наоборот, круглое вместо квадратного, как вы видели. Это самое простое. Наверное, многие уже писали юнит-тесты. Каким образом мы их пишем? Мы обычно их пишем, используя паттерн. То есть сначала мы устанавливаем все необходимые, инициируем объекты, устанавливаем свойства, устанавливаем значения, даем все необходимые данные. Потом мы вызываем тестируемый метод, и после этого мы проверяем наши утверждения, насколько они верны, и насколько они соответствуют нашим ожиданиям. От себя могу сейчас сразу добавить, что очень всем советую писать юнит-тесты, один юнит-тест на один кейс в методе. То есть даже не на один метод, а на один кейс. Что я имею в виду? Если у вас есть несколько ветвлений, то лучше написать на каждую ветку отдельный юнит-тест, потому что потом, когда вы будете запускать, обычно как запускают юнит-тесты? Вот пачкой, да, и вот они прошли, не прошли, там целый столбик зеленых и красных галочек вы получили, и вот вы увидели, что у вас есть несколько красных галочек, и вот вы начинаете искать. И вот если у вас даже написан один юнит-тест на один тестируемый метод, у вас уже может быть внутри три утверждения, которые нужно проверить, и вы не знаете, в каком именно у вас что-то произошло. Вы знаете, проверять и первое, и второе, и третье. А еще есть замечательно, когда ребята пишут не юнит-тесты, а пишут они интеграционные тесты, то есть он там еще в базу данных по дороге сходил, там еще в три метода зашел, вот, и после этого у него такая пачка там 20 утверждений. Как вы думаете, сколько вы будете фиксить такой юнит-тест? Ну, вопрос риторический. Понятно, что это очень трудозатратно, и незачем делать эту работу, если изначально мы даже говорили о мифах, о том, что все говорят, ну, это же глупость писать юнит-тесты, это же настолько просто, что даже почти глупо. Вот так и надо писать юнит-тесты, чтобы они были очень маленькими и очень понятными, чтобы мы понимали, где же мы будем искать нашу проблему, и очень быстро, за две минутки мы увидели, что тест упал, мы поправили одну строчку, и больше не паримся с этим вопросом. Это пример, просто пример. То есть как мы установили данные, как мы вызвали и как мы проверили. По поводу кода хочу вам сказать, что я написала небольшое демо-приложение, и просто будет удобнее продемонстрировать вам многие возможности, о которых я сегодня говорю на демо в конце нашей презентации. Если вы не возражаете, мне было бы так удобнее. Ну и что должны иметь хорошие юнит-тесты? Они должны быть автоматическими и повторяемыми, должны быть легкими для того, чтобы их написать, то есть чтобы не писать сложные тесты и тратить на это много времени. На самом деле это быстро и просто. Они должны быть однажды написаны, и мы не забываем о них, и постоянно их используем, и поддерживаем в актуальном состоянии. Ой, сори. Любой человек должен мочь запустить юнит-тесты. То есть это настолько должно быть просто, что мы нажали на кнопку и получили результат. То есть сколько угодно там у вас тестов в приложении, там 2-3 тысячи, одной кнопкой вы запустили все тесты. Это автоматизированный процесс, и он не должен быть долгим. Он должен очень быстро происходить. Это то, о чем я говорила. Тест должен тестировать только один метод, и в нашем случае я предлагаю тестировать даже один кейс. О чем я говорю, я немножко позже покажу демонстрацию. То есть я написала один небольшой класс, на него написала чуть-чуть тестов, и покажу вам, как я предпочитаю это делать. Мы должны давать специализированные аргументы в метод. Ну, это понятно. То есть для того, чтобы написать юнит-тест, который будет что-то тестировать, мы должны сначала подумать о том, что и для чего мы пишем. То есть никто не будет проверять, ну, может быть, кто-то будет проверять, делать вам ревью, но в принципе никто не скажет вам, что вы написали юнит-тест неправильно, если вы, допустим, написали там, ну, какую-нибудь очевидную глупость, там вы знаете, что метод умножает там или делит, и вы написали там, что значение всегда будет больше нуля. Ценность таких тестов, она, ну, как бы вы могли их и не писать. Смысл в том, что вы всегда должны подумать о том, для чего вы это делаете, и что вы проверяете в этом приложении. Может быть, у вас есть какие-то значения, которые вообще не должен принимать этот метод, и в этом случае, когда вы напишете утверждение, что там оно не равно нулю или больше нуля, или что-нибудь в этом роде, будет совершенно равнозначно тому, чтобы вы этот метод вообще не писали. Поэтому вы должны давать специфические аргументы для метода и тестировать это, и сравнивать именно то, что будет отражать логику. Ну, и это как раз о том, о чем я поговорила уже, это по поводу того, что аргументы и expected results должны быть обдуманными и должны отражать содержание теста. Вот. Теперь немножко специфических вещей. Я надеюсь, если вам будет скучно, вы мне скажите. Немножко мы перейдем к .NET. Итак, как же мы будем писать юнит-тесты, используя .NET? В .NET на сегодняшний день мы можем написать юнит-тесты, используя два фреймворка, mstest и юнит-тест. N-unit в смысле, простите. N-unit, я думаю, что многие использовали. Очень на сегодняшний день распространенный фреймворк. И, наверное, mstest используется меньше. Почему имеет смысл использовать mstest? Ну, наверное, потому что очень быстро его можно настроить. Уже все в студии есть. То есть открыли, написали, заработало замечательно, автоматически подтянулся кавередж. Ну, не надо никаких устанавливать там ногидж-пакетов для N-unit или там для даткавера. Поэтому mstest — это тоже на сегодняшний день достаточно распространенный фреймворк, и под ним пишут точно так же, как в N-unit. По мне, так N-unit, конечно же, во многом выигрывает. У него есть очень много различных специфических, проверки специфических утверждений, как-то сколько раз был вызван тест, там, ну и так далее. То есть, ну, тут много можно говорить об этом, но понять это глубже можно, когда уже используешь тесты и пишешь их вот не один день подряд, и начинаешь понимать, где какое удобство. Сравнительная характеристика атрибутов. Ну, если вы писали, то это уже технические подробности. То есть, если мы пишем в N-unit, то это text-fix-tour, тест-класс у нас называется в MS-тесте, setup, tear-down, тест, и, соответственно, тест-инициалайзер, тест-клинап, тест-метод. И одно существенное отличие, которое мне, допустим, я думаю, что это существенно, это то, что параметризированные тесты, о них чуть позже. В MS-тест можно запустить, но для этого нужно создать файл в формате CSV или XML, и только таким образом мы сможем запустить параметризированные тесты. С моей точки зрения, не слишком удобно, когда в N-unit такая возможность предоставляется сразу из коробки. И о том, как же мы все-таки пишем юнит-тесты, используя фреймворки. Мы говорили с вами о том, что мы выделяем один юнит. Вот помните картиночку с пазлами? Так вот это пазл один. Один единственный юнит. У него есть много зависимостей. И эти зависимости, конечно, мы должны обязательно с вами изолировать. То есть мы должны изолировать один единственный юнит для того, чтобы тестировать только логику работы приложения этого юнита. Демонстрация. И сейчас вот здесь мы написали, здесь на картинке показано, что мы заменяем dependency стабом, но на самом деле мы можем заменить это не только стабом, но и моками. В чем разница стабов и моков? Может быть, кто знает? Ну ладно, никто не знает. Да, совершенно верно. Смысл отличий в том, что мы используем стабы для того, чтобы тестить состояние. А для того, чтобы тестить поведение, мы используем уже моки. Почему? Потому что стабы не содержат логики. И когда нам необходима какая-то логика, которую мы будем настраивать, мы для этого будем использовать мок-фреймворки для того, чтобы установить специфическое поведение, для того, чтобы передавать специфические параметры. То есть мы тестируем взаимодействие, мы можем проверять, как влияют входные параметры. Для этого нам нужен мок. Если нам нужно все время, чтобы нам отдавали просто одно и то же, ну, грубо говоря, мы поставили где-нибудь одно значение, и всегда мы получаем это значение при любых обстоятельствах. То есть мы написали, что этот метод всегда нам вернет значение true. Вот, что бы там ни происходило, возможно, у вас там ошибка, эксепшены падают и так далее. Но если вы уже сделали стаб этому методу и получили значение true, вот вы его получите всегда. Как говорится, трава не расти. В случае с моками, это немножко, скажем так, моки умнее. И для того, чтобы мы использовали с вами моки из табы, моки из табы мы будем конфигурировать. Конфигурировать мы это будем с помощью фреймворков. В дотнете для этого мы используем в основном два фреймворка. Я буду говорить о двух фреймворках, потому что я лично их использовала, и потому что это наиболее часто встречающиеся фреймворки для таких целей. На самом деле уже и для дотнета их больше, и в принципе их намного больше, и кто писал, тот наверняка знает. Я сейчас говорю о реномоке и моке. Это самые распространенные на сегодняшний день фреймворки для работы с изолированием юнитов, для того, чтобы мы смогли с вами настроить стабы и моки. Различия. Скажем так, я то, что нашла, различия, я вам расскажу. Синтаксис различный, но это только форма, содержание, практически все те же функции, которые есть в моке, есть и в реномоке, и из того, что мне приходилось тестировать, а тестировать мне приходилось много в свое время, то существенных каких-то различий я не нашла. Единственное, я нашла, что в реномоке существует поддержка рекорд-реплай. Это какой-то старый инфреймворк, взаимодействие. Возможно, кто-то знает подробнее и лучше. Наверное, я не использовала такие вещи, потому что, ну, как-то, я так понимаю, что это для автоматизации процесса, поэтому для меня лично нет разницы, что лучше, реномок или мокю, они для меня одинаково качественные, скажем так. Итак, и параметризированные тесты. Что такое параметризированные тесты? Кто-нибудь знает? Все молчат. Ну, ладно. Да, да, то есть мы можем, ну, наша задача там в ООП как можно больше переиспользовать существующего кода. Если мы уже один раз написали какой-то тест, и мы знаем, что на вход к этому тесту могут приходить различные значения, то нам не обязательно писать и копипастить этот один и тот же тест 100-500 раз и вставлять в него циферки. Мы это можем сделать легко с помощью параметризированных тестов. Для этого в InUnity существует возможность из коробки, она очень простая. Мы просто пишем атрибут, в котором передаем, то есть обычные тесты у нас идут без входных параметров, параметризированные тесты уже получают входные параметры, как обычные методы, которые работают с входными параметрами. И просто эти входные параметры, они получают из атрибута кейс. И в этом случае, когда вы запускаете такой тест, вы получите картинку, когда каждый кейс у вас будет соответствовать одной строчке. то есть если вы, допустим, сделаете то же самое в цикле, да, ну то есть мы же можем сделать там, я хочу проверить все числа от 1 до 10, что тест работает, то в принципе вы получите один единственный результат, негативный там, где упадет. То есть возможно у вас 9 кейсов только что прошли замечательно и на 10 он упал, но вы будете иметь только одну строчку в ювере в результатах, и вы не сможете понять, какой именно кейс вызвал у вас падение теста. Вот для этого очень удобно использовать параметризированные тесты, потому что вы не утруждаете себя копипастом, не пишете много кода, в то же время вы проверили тот набор, который вы захотели. Почему, кстати говоря, используются целые файлы? Потому что наборов может быть очень много, то есть вы можете написать целый файл всяких наборов и запустить большое количество значений. Наверное, это имеет смысл, например, если вы тестируете методы, которые работают в финансах там для, не знаю, там расчета каких-нибудь депозитов там и так далее, то есть при каких-то значениях может что-то не сработать, может быть они какие-то там особенные. То есть мы подаем пачку тестов, пачку кейсов на один тест и получаем для каждого из них результат. Это очень удобно, потому что запустить это можно одной кнопкой, этот процесс можно легко автоматизировать, ну и получить довольно-таки обширный результат. И теперь немного о таких уже совсем специфических вещах, как, например, код каверидж. Что такое код каверидж, для чего он нужен? Код каверидж – это метрика. Метрика, которая показывает нам, насколько хорошо мы написали юнитесты в количественном отношении, то есть как много мы написали юнитестов. как много мы написали юнитестов и не пропустили ли мы что-либо, когда тестировали. То есть мы могли с вами написать юнитест на буквально там одну ветку, и у нас есть строчка, которая там показывает, что замечательно, тест прошел. Ну то есть какой-то ленивый программист написал, у него там было там, допустим, у него вообще был свитч, например, да, и 10 кейсов внутри. Он взял, да и одного написал, тест проходит, все, галочка поставлена, зеленая галочка, замечательно. Но на самом деле умный PM запустил код каверидж и проверил, что на самом деле ветление было проверено только в одной ветке, и все остальные 10 кейсов были не проверены, хотя можно было написать параметрический тест, ну или еще каким-то способом. И вот для того, чтобы понимать, насколько качественно мы покрыли юнитестами код, существует метрика код каверидж. Есть такой мнение, что надо нам писать обязательно юнит-тесты и покрывать на 100% наше приложение. Как вы думаете, это нужно? Ну, прежде всего, такое утверждение. Код каверидж никаким образом вам не расскажет, насколько качественно вы написали юнит-тесты. Вот вы не знаете, может быть, это просто количественно. И код каверидж — это просто проверка того, что вы не поленились заглянуть везде, во все классы, во все методы, во все веточки ваших методов. И поэтому стремиться к тому, чтобы покрыть юнит-тестами 100% приложения, я думаю, это не совсем правильное утверждение. К тому же, для чего это может быть нужно? Ну, вообще, вот как вы думаете, для чего вот нам такое может быть нужно? Ну, вот я вам скажу один случай, который я, например, знаю точно. Вот такие вещи, оказывается, существуют требования в медицине, чтобы код, который работает с девайсами, которые взаимодействуют с человеком, был покрыт на 100%. Но на самом деле, если мы говорим просто о качестве приложения, я думаю, что стремиться нужно к хорошему, высокому уровню, но 100% это не должна быть сама цель. Кроме всего прочего, существуют еще определенные настройки, какие сборки или классы мы не будем считать в код каверидж. Код каверидж это просто инструмент. Их может быть много, опять же, я таки не сказала. Я сейчас могу вам сказать, что я использовала только тот, который встроен в MS-тест в студии и использовала .cover and unit. Сейчас их очень много, я видела и платные, и платные, различные, ну, как правило, два цвета, да, зеленые и красные, то есть много их сейчас. На самом деле, не такую уж большую функцию они выполняют, но они дополнительно еще там просчитывают различные метрики, которые можно проанализировать и посмотреть, насколько мы количественно покрыли юнит-тестами наш код. И хочется, вот мне очень понравилось, когда я готовила этот доклад, я прочитала статью Мартина Фаулера по поводу код кавериджа, и он там написал цитату одного своего знакомого, который сказал, я ожидаю, что у нас будет высокий уровень покрытия юнит-тестами, а некоторые менеджеры требуют этого, но это большая разница. То есть требовать того, чтобы у нас было большое покрытие, не имеет никакого смысла. Отчасти потому, что если вы, например, забыли исключить модуль тестовой сборки из код кавериджа, вы можете случайно получить не ту цифру, которую ожидаете. У нас был случай, когда мы потеряли где-то 20% кавериджа и очень расстроились. Но как-то было уже почти 100, а стало 80, никто ничего не поймет, что же происходит. Оказалось, наш код каверидж посчитал, что мы не покрыли тестами тесты. Так бывает. Тесты на тесты. Вот когда мы это проанализировали, мы поняли, что просто сбились настройки, и код каверидж не сама цель. То есть мы должны покрывать, стремиться к высокому уровню, но это не обязательно. К сожалению, нет демонстрации у меня на эту тему. Если будут вопросы, постараюсь на них ответить, но, к сожалению, у меня сбойнула студия в этом выбросе. И поэтому мы перейдем сейчас к следующей теме, к следующему поинту моего доклада. Это тестирование непубличных методов. Как вы думаете, нужно ли тестировать закрытые методы? Всегда? Ну, смотрите, на самом деле, конечно, вопрос такой, хитрый. Абсолютно верно. Вот абсолютно верный вопрос. Ответ. Когда-то мы писали тоже медицинское приложение, юнит-тесты. Мне как-то еще как джуниор- разработчику досталась роль написания большого количества юнит-тестов. Я стремилась, старалась. У меня должен был быть каверидж 100%. И я уже все протестировала. Остались только приватные методы. Что же мне с ними делать? И я подошла к архитектору, сказала, что вот такая ситуация. Я уже посмотрела Google в помощь, разобралась, можно сделать и так, и вот так. И как именно сделать, я сейчас вам немножко расскажу, как можно сделать. Тестировать непубличные методы можно. Но ответ меня удивил. Он сказал, а тебе нужно тестировать непубличные методы? Тебе действительно это нужно? А почему тогда они созданы у вас непубличными в приложении? Здесь может быть два подхода. Дело в том, что либо вы совершенно напрасно сделали эти методы непубличными, и в этом случае вы просто можете менять private на public или protected, и все и так будет замечательно, и не нужно ничего придумывать. Либо они не зря такими сделаны, и, возможно, не нужно стремиться к этому покрытию, к какой-то идеальной цифре. Возможно, вы протестируете тем или иным способом ваше приложение, не связываясь с тем, чтобы писать непубличные методы. Тесты на непубличные методы, прошу прощения. Итак, какими же способами мы можем это сделать? Прежде всего мы можем сделать с помощью атрибута internal visible to нашу тестовую сборку, дружественной по отношению к сборке, которую мы будем тестировать. В этом случае все будет замечательно работать, и мы протестируем все, что мы захотим. Кроме этого, если локально вы, ну, вы не хотите делать вот такую прямо большое там, такой вот, большое такое изменение, сразу прям целую сборку подключать и так далее. Возможно, вы хотите там несколько методов просто протестировать, которые непубличные. Если эти методы вам достаточно будет, что они protected будут, то лучше написать тестовый класс. То есть вы пишете наследника от вашего класса, и через него, переопределяя методы родительского класса, вы можете протестировать точно так же замечательно все методы такого класса. И последнее нововведение у нас недавно в .NET появился такой private object class, через который можно протестировать, ну, буквально все, что угодно. Я сначала, когда прочитала, как-то я не сталкивалась с этим, думаю, почему же я с этим не сталкивалась. Ну, оказалось, что private object class это просто замечательная очередная обертка над всеми нами любимой рефлексией. Все знают, что такое рефлексия? Ну, тогда объяснять нечего. С помощью рефлексии мы можем сделать все, буквально все и даже больше. В свое время, когда приходилось тестировать медицинский проект, у нас был код каверидж 100%, и, конечно, рефлексию все мы выучили замечательно. У нас были и силэт классы, у нас были, я не говорю про private, у нас были, ну, у нас было все, все, что было в приложении, было протестировано до последней строчки. Поэтому, если захотеть, протестировать можно все, вопрос только в том, нужно ли это делать. сейчас у меня уже закончили слайды, есть у меня такой замечательный слайд с вопросами, но я вам обещала демо, и мы сейчас можем поступить с вами, либо я могу сейчас поотвечать на вопросы, а потом продемонстрировать демо, либо наоборот, как вы скажете, как лучше. Наоборот, это как? Хорошо, давайте так и договоримся. Сейчас, секундочку, я включу демо. Для презентации сегодня я написала два тест-проекта, ну, громко сказано, и один маленький класс, один маленький проект, который мы будем тестировать. Обычно все на демонстрации пишут всегда калькулятор, на него тесты, и вот все замечательно смотрят, как это работает. Ну, а потом, конечно, мы слушаем утверждение, это же глупо писать такие юнит-тесты. Я не захотела писать класс-калькулятор, но без него никак, и поэтому класс-калькулятор у нас все же будет. Значит, класс-калькулятор у нас будет использоваться в нашем классе, который мы будем тестировать. В нашем случае он будет играть роль зависимости, и мы будем вызывать его как методы зависимого класса. У нас есть интерфейс. Без интерфейса мы просто не сможем ничего сделать, мы не сможем изолировать наш класс, который мы хотим протестировать. И еще я сделала один класс, имитация бурной деятельности, работы с базой данных. Ну, вот он тут имеет замечательную сложную логику, по большому счету это не важно. Это просто класс, который якобы работает с базой данных и что-то там делает. Это тоже будет играть у нас замечательную роль зависимости. И наш основной класс, трам-пам-пам, вуаля, вот такой вот сложный. У нас есть даже два if-а и даже else. В общем, комплекс этого класса стремится к восьми, я так подозреваю. И что мы имеем? Мы имеем класс, который у нас имеет один метод, на большие отчеты у меня не хватило. Вот в этом методе у нас есть сложная разветвленная логика. Наш метод do something работает таким образом, что сначала он проверяет, как отработал один метод из нашего класса, который у нас имитирует работу с базой данных. Следующий метод, который мы вызываем, мы вызываем метод, один из методов нашего зависимого класса калькулятор. Для того, чтобы мы могли протестировать благополучно эти методы, нам обязательно использовать интерфейсные переменные. Иначе мы просто не сможем изолировать зависимости в нашем классе. То есть если я сейчас возьму и напишу сюда, уберу отсюда переменную, и просто в классе вот здесь я могу написать калькулятор равен new калькулятор. Как вы думаете, я смогу протестировать этот метод? Как это будет называться? Я не смогу протестировать этот метод. Я смогу протестировать его только в том смысле, что это будет интеграционный тест. Это не будет unit-тестом, поскольку в этом случае я буду уже задействовать также метод калькулятор, то есть метод класса калькулятор. То есть это будет уже не тестирование одного единственного класса юнита класса теста метода все простите заговариваясь уже это не будет тестирование одного метода do something это будет уже тестирование и этого метода и еще одного из методов класса калькулятор который будет вызван для того чтобы так не случилось нам необходимо отделить зависимости и в этом случае мы будем интерфейсную переменную как входной параметр этого метода и в таком случае мы можем его заменить как мы это будем делать сейчас покажу кроме этого у нас также есть интерфейсная переменная на входе в сам класс в конструкторе класса да как правило так и делается потому что обычно мы вводим какую-то переменную контекста для работы с базой данных еще в конструкторе мы ее вначале установили и после этого замечательно ее используем хвостов грива где нам только нужно ну так мы собственно и делаем все как в жизни для того чтобы нам протестировать этот метод как вы думаете сколько нам хорошо бы написать юнит тестов минимум 3 я я согласна да я вижу как минимум 3 возможно можно еще что-нибудь придумать можно там даже параметрические тесты написать правда но мы сейчас проверим можно или нет значит итак я вам сейчас рассказала про то какой класс мы будем тестировать а сейчас внимание вашему вниманию мы будем представлять юнит тест проект и так что же мы здесь использовали а использовали мы здесь мс тест то есть этот тест был написан с использованием фреймворка мс тест и реномок то те фреймворки о которых мы с вами сегодня говорили два из них я буду тестировать я буду использовать для для написания юнит тестов для этого класс для этого метода одного и так что же мы написали я написал так прежде всего нам необходимо для того чтобы начать писать юнит тест и мы создаем с вами проект в него у нас уже сразу же автоматически добавится класс юнит тестов и после этого мы должны в этом классе написать ну автоматически у вас добавятся также атрибуты что это тестовый класс потому что если это не тестовый класс ну как же тогда наш фреймворк поймет что с ним надо что-то делать и после этого мы должны написать с вами тест инициалайз и тест клинап такие атрибуты у нас используются в мс тесте потом мы с вами еще посмотрим он юнит я не поленилась и для него сделать и там вот другие атрибуты для чего нам нужны эти методы кто знает ну это и так чтобы не спали да дело в том что наши забыла вам сказать одну вещь внимание наши тесты когда мы их запускаем на потоке то есть когда мы запускаем сразу порядка там тысячи тестов они должны быть обязательно независимыми что я имею виду вот смотрите если вы написали несколько юнит тестов и установили там в одном классе какую-то переменную в какое-то значение и вы значит сначала один тест проходит потом второй тест проходит опа падает тест почему непонятно вообще другое значение а оказывается ну в одном тесте установили значение 5 а в другом ничего не установили мы думаем что она 0 а нет она 5 еще с прошлого значения то есть для того чтобы не попасть в такую ситуацию нам необходимо обновлять переменные которые мы используем не в одном тесте сначала мы устанавливаем переменные которые нам будут нужны для того чтобы мы протестировали класс и потом мы обязательно их обнуляем и этот метод test initialize будет вызван перед каждым методом тестового класса перед каждым а вот этот метод будет вызван после каждого метода тестового класса то есть в каком порядке будут запускаться наши юнит тесты если например у вас в классе три юнит теста мы сначала запускаем тест initialize потом запускаем сам тест потом запускаем clean up потом опять запускаем тест initialize опять тест опять clean up и таким образом минимум если у нас 5 тестов 5 раз будет вызван тест initialize и 5 5 раз будет вызвать тест clean up это позволяет нам тестировать независимо друг от друга получать результаты иначе мы можем получать ну все что угодно конечно если вы не поленились и в каждом тесте сначала обнулили переменные то ну такого не будет но для того чтобы не писать это повторно для этого и созданы эти методы кроме того у нас еще существует я здесь их не описала потому что у нас только один единственный класс если бы мы с вами с вами делали большое приложение и нам необходимо было бы тестировать классы в этом случае у нас еще есть атрибуты которые позволяют сначала сделать установки для всего класса и уста и потом такой же только не тест клинапа называется по-другому это атрибут класса мы если вернемся но это неважно я уже презентацию закрыла если мы вернемся и посмотрим у нас есть атрибут для клинапа в рамках класса то есть смысл такой что инициализация переменных и очищение переменных для каждого класса происходит и для каждого метода я здесь этим пренебрегла но если вам когда-либо придется тестировать большое приложение вам это пригодится очень сильно потому что какие-то вещи могут устанавливаться в рамках какие-то пропорти или там могут устанавливаться в рамках класса и так все же мы перейдем к тестам я слишком много говорю наверно я написала по моему три раз два три и один интеграционный три теста что делает наш тест значит ну во первых мы используем наш паттерн а мы сначала все установили потом мы запустили и потом мы проверили мы вот эта строчка наверное всем интересно калькулятор мог мы с вами можем сейчас запустить тест на дебаг и вы увидите что в класс калькулятор мы не зайдем потому что мы класс калькулятор закрыли мы отделили эту зависимость от нашего класса и мы не зайдем ни в класс который у нас работает типа с базой данных не в класс деби не в класс калькулятор но мы получим результат и результат мы получим именно тот который мы установили здесь мы используем мог я вам скажу почему мог а не стаб то есть казалось бы мы в любом случае возвращаем значение 9 но на самом деле если вот сюда придет не 3 то тест не пройдет то есть мы должны для того чтобы получить 9 обязательно передать именно эти параметры соответственно в данном случае мы имеем дело с возможностью интерактивного взаимодействия и поэтому мы здесь использовали мог это не стаб использование стаба сейчас можно тоже показать а вот оно смотрите а вот это стаб я решила что для метода который работает с базой данных мы будем использовать стаб и каким образом я это сделала я сказала что чтобы вы не сделали какой бы вы сюда не по не передали параметр я всегда хочу получать true и в этом случае здесь нет никакой логики true и все вот вот все вот совершенно и поэтому таким образом мы видим на примере с вами как работает здесь стаб и как работает мог вначале мы определили все переменные потом мы в тест инициализе их все проинициализировали и потом мы запустили наш тест смотрите вот на примере того почему нам необходимо использовать тест клинап видите мы здесь установили какие-то значения для мока какие-то значения будут возвращаться но в этом тесте мы хотим чтобы вернулось одно значение а в другом тесте мы захотели чтобы вернулось другое значение для того чтобы нам ну здесь кстати то же самое для того чтобы нам получать разные значения нам необходимо обязательно обнулять ну что вам еще про этот метод рассказать можем его запустить можем подбажить есть какие-то идеи ну смотрите я хочу сказать что он проходит вот где мы там но если мы запустим с вами интеграционный тест почему я говорю что он интеграционный как вы думаете вот вроде тест как тест что с ним не так да потому что все реально все на самом деле настоящее здесь у нас будет три класса использоваться несколько методов будет вызываться и мы на самом деле можем это легко проверить и легко увидеть что у нас на самом деле все работает так как и планировалось и если мы подбажем мы будем заходить и в класс калькулятор и в класс класс деби теперь я хочу обратить ваше внимание на синтаксис вот смотрите таким образом в реномоки устанавливаются моки видите это такой синтаксис вот здесь мы делаем ему здесь вот мы его ставим вот могут быть такие аргументы аргументы здесь могут быть кстати очень разные может быть мы мы можем даже не обязательно уточнять какие именно мы можем написать в данном случае все таки не все равно да что мы сюда передали дело в том что если мы сюда вдруг передадим каким-то образом там какой-нибудь стринговый параметр то мы вообще получим exception потому что на самом деле мы все равно сделали ограничение что не совсем что угодно нам придет а что нибудь типа bull и еще мы использовали ключевое слово expect для того чтобы установить значение с определенными входными параметрами так и что-то у нас еще здесь есть нет больше ничего нет интеграционный тест и хватит и теперь мы рассмотрим с вами если хотите мы можем это все позапускать поменять переменные кто хочет что-нибудь поменять я готова можем поразминаться вы скажете что где хотите поменять и мы можем посмотреть как будет себя вести даже можем подбажить окей но вы говорите если что и теперь следующий тестовый проект который был написан специально для демонстрации смотрите что здесь есть а здесь у нас уже используется и юнит и здесь у нас уже мог you это другая пара которую мы сегодня уже рассматривали здесь синтаксис вы можете обратить внимание другой вот здесь вот так вот это выглядит то здесь не как бы мы делаем прямо переменную типа мог там у нас была переменная того типа которого мы который мы и мог или да то есть если хотите мы можем это посмотреть вернуться это все соответствии с синтаксисом секунду вот здесь мы видите какого типа у нас переменная просто нашего интерфейсного типа переменная а здесь если хотите мы проверяем а у нас тут переменная типа мог но то есть синтаксис отличается отличается существенно и тогда когда мы уже создаем переменную непосредственно нашего класса который мы будем тестировать у нас здесь при написании появляется уже object но честно вам сказать вот как говорится можно развлекаться найдите там n отличий я их вижу но на самом деле ничего собственно не меняется мы делаем все то же самое мы с этапим те же самые значения и получаем те же самые результаты и если хотим мы можем запустить все тесты в нашем приложении и они все будут замечательно проходить но здесь еще в юните мне захотелось вам показать параметризированный тест вот таким образом я запускаю но тут не захотелось мне придумывать что-то с результатами на самом деле можно было это сделать просто для того чтобы получить разные результаты нам тогда соответственно да и на вход передавать какие результаты мы ожидаем в общем чтобы не заморачиваться я сделала как так как делать не надо да что это не равно нулю вот так не делайте иногда иногда опять же вы программисты вы понимаете когда эта логика уместно когда она не нужна вот так делать не надо но для того чтобы очень быстро показать вам на примере как 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 же может выглядеть параметризированный тест в юнити я написал такой тест мы здесь используем атрибут тест кейс здесь у нас на вход подается параметр ну и дальше все по схеме ну в общем то ребята к вашей радости я надеюсь и к моей я закончила все что хотела вам рассказать но могу с большим удовольствием отвечать на ваши вопросы я надеюсь они у вас есть а вот если будет ошибка как стандартная ошибка там 01 плюс 02 будет 03 только 003 и там 4 в степени как такие тесты будут проходить как такие ошибки отлавлять как по такие ошибки тесты писать так еще раз правильно я подняла вопрос или нет сейчас я скажу значит получается что если у нас есть интовое значение мы подаем туда у нас не интовая будут дабл значение допустим ну то есть грубо говоря мы подаем не те значения которые мы хотели да то есть мы подаем те мы подаем 0 1 и 0 2 ожидаем 0 3 у нас будет 0 0 3 но 0 не 0 3 да как с фото стандартная ошибка фото как нам такое как нам такое в тестах проверить ну вообще то вы можете установить что вы ожидаете и даже если там не будет соответствовать хоть один знак работать не будет но у меня были такие случаи и на самом деле мы писали до какого значения мы будем проверять соответствие то есть мы писали переопределяли equals и после этого мы проверяли что утверждение на то что это равно этому но вызывали мы метод свой equals то есть в каком случае у нас мы согласны что наша логика но в любом случае вы же понимаете что мы с вами можем сказать что 3 14 равно 3 1 4 5 или не равно и это все равно решить решим мы с вами да то есть какая точность нам нужна соответственно вы знаете какая нужна вам точность для этого вы переопределите метод и будете использовать утверждение в классе ну такая штука она что мы скажем то и сделает хорошо у меня еще один вопрос да конечно как вы относитесь к тдд спасибо за вопрос вот огромное спасибо за вопрос а знаете почему потому что я вам забыла про это рассказать у меня даже слайд был ну ладно опустим мою темную историю тдд я замечательно отношусь к тдд и я считаю что это очень замечательный подход заодно и расскажу что такое тдд этот тест drive and development когда мы сначала пишем юнит тесты основываясь только на рекварментах то есть у нас есть определенный набор рекварментов согласно которому согласно логике которого мы пишем юнит тесты и когда мы написали уже эти юнит тесты только после этого когда мы вычитали просмотрели проверили что действительно это все так работает как мы ожидаем только после этого мы написали реальные методы в этом случае во первых юнит тесты работают как документация во вторых мы обязательно не забудем например если мы написали тщательно и не тесты мы написали негативные кейсы позитивные кейсы мы написали все ветвление которое может быть в этом методе а кстати мы не забыли что мы не пишем лапшу и не стали писать большими методами мы написали буквально три стейтмента в одном методе в этом случае мы не забыли, что мы не делаем связанный код, мы не забыли указать интерфейсные переменные, потому что иначе мы юнитесты не напишем. В этом случае мы написали отличный код, который будет очень быстро интегрироваться с другими частями, и т.д. это отличная штука. Спасибо. Как быть в такой ситуации, когда появляется такая задача, когда, например, совсем не знаешь, как сделать что-то по т.д.д. вообще прям никак. Отличный вопрос, мне нравится, но знаете, я вот в своей практике очень часто сталкивалась с такими какими-то задачами, когда просто читаешь, и вот не знаешь, что с этим делать, но потом сидишь, думаешь и делаешь. Возможно, еще вопросы? Есть какие-то ситуации, в которых придется все-таки использовать тест стартап, тест клинап, то есть объявлять свойства на уровне класса вместо, например, локальных переменных функций. То есть если взять локальные перемены, это гораздо проще, не придется их убирать даже потом. Есть какие-то кейсы, когда этого сделать нельзя? Ну, смотрите, вы не можете менять логику класса. Вы его тестируете так, как он есть. У вас уже есть код. Ну, исключение т.д. да? Т.д. мы не берем. То есть на самом деле, если у вас есть уже написанный код, и в нем уже определено, что у вас, допустим, есть только одна пропортина класса, она определилась еще в конструкторе, например, в конструкторе класса. И после этого вы определили ее на уровне класса. И в следующем классе, возможно, используется переменная этого же класса. И она может быть, может каким-то образом менять это значение предыдущей переменной. Вам обязательно нужно будет класс от класса отделять вот этими методами. И таких ситуаций может быть много. Почему мы здесь этого не делали? Потому что у нас только один класс. Из-за этого я этого не написала, потому что, ну, какая разница, что мы вначале что-то там сделаем и в конце. Хотя инициалайз смысл имела написать. Ну, то есть я его фактически перенесла в инициалайз каждого метода. Это имело смысл написать и здесь инициалайз класса. Но да, таких ситуаций может быть, когда вы запускаете сразу много тестов. Более того, я вам скажу, что иногда бывает так, что приходится определять переменные на уровне домена. И такие случаи были, и приходилось это контролировать, потому что иначе юнитесты падали. Я ответила на ваш вопрос? Да, спасибо. Спасибо. Возможно, еще вопросы? Вопрос следующий. Допустим, у нас есть класс с двумя публичными методами. Внутри него объявлен у нас один приватный, который вызывается из-за этих двух публичных. Внутри этого приватного метода выполняется вызов наших депенденсий, то есть классу, который передается в него через конструктор. Если мы будем создавать два теста, тест на каждый из этих методов, у нас возникнет дублирование кода в каждом из них для этого публичного, для этого приватного метода. Ну, если мы будем включать как бы логику этого метода в эти два публичных. Да, да, я поняла. Как сократить это дублирование? Не писать дублирование, конечно. Нам надо, получается, проверить, что вот методы этих депенденсий все-таки вызываются. А вы это проверите? Дело в том, что если, к сожалению, у меня нет демонстрации код кавериджа, но если бы вы посмотрели на то, как покрывается метод, когда вы вызываете из одного в другой, вы бы поняли, что этот весь класс будет покрыт. И даже когда вы, вот, кстати говоря, есть такая техника написания, когда вам необходимо просто очень хорошо покрыть юнитестами, вы смотрите каверидж, и вы увидите, какая веточка у вас не покрыта. То есть, скорее всего, если у вас идет вызов с одной ветки, вот этого публичного метода, то когда вы делаете тестирование вот этого приватного метода, ну, мы опускаем вопрос к того, что это не юнит-тест, это интеграционный тест, но, по большому счету, мы сами вершим свою судьбу, и нам важно, чтобы было протестировано, это же не самоцель. И вы получите покрытие публичного метода на одну ветку, то есть, фактически, вы протестируете одну ветку публичного класса и полностью, возможно, приватный. А, возможно, вам придется все-таки написать два теста, но просто эти тесты, они у вас будут тестировать два, получается, метода. То есть, вы можете написать один кейс, который покроет частично ваш приватный класс, частично ваш метод публичного класса и приватного класса. Потом следующий вы напишете, какая-то другая ветка, которая вызовет тоже, опять же, ваш приватный, и вы покроете другим тестом. Самое главное, что вы протестируете всю логику. Ну да, в этом случае это не будет юнит-тест. Но не надо писать, зачем нам писать одно и то же, два-три раза. Ну, в любом случае, ООП это не приветствует. Я ответила? Спасибо. Хороший вопрос.